Приветствую вас! Для начала, наверное, давайте определимся мы с целью. То есть, какая цель у всего этого? То есть, вы же с какой-то целью написали нам сюда, на ресурс. Значит, вам чего-то хочется, значит, вы чего-то для себя хотели бы, значит, вам что-то нужно. Вы же спрашиваете, как жить. Значит, получается, что всё-таки немного лукавите вы, когда говорите, что я жить не хочу. Ну, к примеру. Это первое. Значит, первое, что нужно определиться с целью. Как право все. Или, может быть, всё угодно. На первых порах пройдёт, в общем-то, дочь. Чтобы это была дочка. Вот. На первых порах пройдёт. Дальше вы уже, я думаю, себя как-то раскрутите. Дальше, я думаю, вы уже себя как-то поднимите. Дальше, я думаю, будет, ну, будет по-другому, будет лучше. Я думаю, так. Мне так кажется, опять же. Вот. Значит, для дочки, для дочки, для дочки нужно сейчас вам стараться что-то делать. Для дочки вам сейчас нужно стараться себя поднимать. Для дочки нужно стараться искать цели. И самое главное определить всё же, что вы для неё хотите. Для дочери. Своей. То есть, вот как вы себя чувствуете ничтожеством, да? Вот вы говорите, я ничтожество. Так вот и она, скорее всего, будет о себе тоже думать. Думать, если вы не поменяете свою позицию, к сожалению. Поэтому очень осторожно, пожалуйста, к этому относитесь. Всё, главное. Так, очень деликатно, деликатно. Чтобы, ну, всё-таки, ребёнок не страдал. Чтобы всё-таки ребёнку это не касалось. Ребёнок тоже страдает от того, что ушёл муж, она потеряла. Траваться. Отсал. Правда, она это ещё не понимает. Но зато очень хорошо чувствует ваше эмоциональное состояние. Что на неё сильно влияет. Почему вы считаете себя ничтожеством, не очень понятно. Как вы относитесь к дочке, ради которой вам не хочется жить, непонятно тоже. Почему вы не несёте никакой ответственности за себя, не берёте? Точнее, никакой ответственности за себя. Ну, тоже нужно выяснять. Вот. Поэтому, я полагаю, что вот с этих аспектов и нужно начинать. Брать на себя ответственность, работать с самооценкой. И выяснять причины, почему ваш муж от вас ушёл. Вот. Мне, в принципе, так вот кажется. Дальше все посмотрите. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует... О.